Без меня, тебе, любимый мой, земля мала, как остров. Без меня, тебе, любимый мой, лететь с одним крылом. Ты ищи себя, любимый мой, ведь это так непросто. Ты найдешь себя, любимый мой, и мы ликер допьем. Дорогие друзья, с мак на первом канале у нас с утра автор большинства из этих строчек. Илья Рахмель-Черезник сегодня в гостях у нас. Здравствуйте, маэстро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как же здорово, что вы к нам пришли. Ну, я не знаю, я очень рад. Давайте поаплодируем еще раз. У нас редко двойные аплодисменты бывают. Меркель, дорогой, что мы сегодня с вами готовить будем? Мы будем готовить шато-бриан. 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 Вот вы знаете, я сразу сделаю ремарку. Сразу видно, что к нам пришел настоящий поэт, ценитель. Илья Рахмель-Черезник. Значит, мы готовим шато-бриан. Это, насколько я понимаю, это говядина, да? Да, это вырезка. Это вырезка. Мы будем ее как-то... Будем ее... Керчить, солить, разрежем, обжарим. Так. Потом в духовку. Потом в духовочку. Духовочку. И в духовочку запекаем. Ну что же, шато-бриан, но не все же шато-бриан. Что-то же еще будет. Это еще будет у нас, ну, салат. Салат руккола, там смеси всякие, помидорчики. И, ну, жареную картошку с луком. Вот. Вот жареная картошка с луком. Я помню, у Михаила Ульянова спросили, какое у него любимое блюдо, он сказал, только жареная картошка. Вы знаете, а я думаю, что если мы сейчас проведем опрос населения Российской Федерации, я не знаю человека в нашей стране, которому поставили бы вот нас прямо перед ним в сковородке прямо картошку, в чугунной. Пожареную с лучком, может быть, с грибочками, да? С лисичками. С лисичками, хорошо. Или с беленькими. И рядом положили два кусочка солененького огурчика и поставили маленькую стрючку. Давайте, ну, знаете, у нас картошка, мы большую часть почистили, но я не могу отказать себе в удовольствии попросить вас вместе со мной, вы знаете, потому что за... До чистить, да? До чистить. Мы просто, давайте... Ну, давай почистили. Так, да. Илья Рахачевна, ваши приоритеты в приемах пищи и, главное, в самой еде и блюдах каким-то образом поменялись? Или вы... Ну, нет, ты знаешь, особенного нет. Я не перевередлив. Хотя люблю вкусно поесть, если случается что-то в каком-то элегантном ресторане. А вы знаете, а я могу сказать, когда вы заходите в любой ресторан, вы в шашлычную зайдете, он становится элегантным. Вот, но я хотел вас спросить. А на творческий процесс. Вот есть какая-то у вас взаимосвязь между процессом приема пищи и процессом творческим? Нет, Ванечка, я пишу-то ночью в основном. Правда? Ночью, лежа. Нет, ну... Я серьезно тебе говорю. Когда я пишу, я потом несу это в кабинет, там, редактирую, и потом возвращаюсь в постель опять. Слушайте, ну вот идеально, идеально... Не после обеда, не после завтрака я не пишу. То есть вы ложитесь уже спать? Ну как бы спать, но не спать. Ну понятно, но не спится. Да, ну вот когда тишина... И тишина, темнота. Я правильно понимаю? И в этот момент приходят стихи? Давайте поаплодируем, друзья. Как это интересно. А долго приходится искать рифму? Знаете, потому что у кого-то... Я абсолютно убежден, что бывает момент, когда, наверное, прямо льется, и ты прямо пишешь, что только рука успевает записывать, а бывает, может быть... Нет, я рифму никогда не ищу специально. Да? У вас как-то все это складывается? Нет, я ищу... Я пишу часто набело, потому что отбор происходит внутри. Знаешь, раньше, как говорили по-большевистски, надо трудиться, надо много черновиков, чиркать, 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 как у Маяковского, для веселья планета наша мало оборудована, там 12 вариантов потом. А у меня эти варианты идут внутри. То есть вы... Результат я выписываю. У вас таких нет, как у Пушкина, все эти черновики, все перечеркнуто везде, нарисованы рожи какие-то, женщины... Рожи рисуете? Конечно. Ну что вы, если... А вот же книгу я тебе сейчас подарю. А давайте дарите. А что вы, давайте мы... Там мы и рожи... С рожами дарите книгу. Друзья, ну, расскажите, что вы нам принесли в подарок. Книжка, она навеяна Первым каналом. Да, естественно. Потрясающим, кстати, проектом. Две звезды. Ну, просто одним из лук. Да, где многие наши фонограммные певцы раскрылись, они пели живьем. И это... Я был в жюри, и я получал удовольствие просто. И вот в эту книгу вошли как раз импровизации, которые рождались вот за 4 минуты. Да! Вы же все время, конечно. Лирические посвящения моим друзьям. Вот Лене Кубович. Давайте мы покажем. Вот смотрите. Вот Леонид Аркадьевич и Кубович. Сразу можно понять. Вот Станислав Говорухин. Аллочка. Алла Борисовна какое. Да. Тонкое художественное решение для ее образа. Гурченко. Ну, слушайте, ну да. Вот Австоногов. Прекрасно. Спасибо вам огромное, друзья. Поаплодируйте. Вот, а вторую книгу, что ты дарю, что я тебе могу даже погадать. Здесь 314 четверостейшие. Погадать? Погадать. Ты называешь любую цифру, число. Давай. Я тебе читаю чуть-чуть. Которые эти. Значит, первое. 200, 300, до 314. До 314? От 10. От 10. 27. 27. Давай смотрим. Вот смотри, сразу заткну. 27. Ну, это про нас с тобой. Пожалуйста. Старик с летящим взором мальчугана Встает, поет, с восходом утром рано, А внук на это смотрит свысока Пустым потухшим взглядом старика. Ну, это, это просто, вы мне в душу залезли сейчас, да. Ну, не против, а вы, благородный человек. Да. Пожалуйста, кто-нибудь назовет? Да, давайте, давайте, знаете что, я попрошу вас, у нас время, нам нужно готовить, у нас не так много времени, но я попрошу, тетя Рая. Здрасте. А, тетя Рая, это наша, тетя Рая, у нас самое главное. Добрый мутер, тетя Рая. Добрый мутер, тетя Рая. Тетя Рая, назовите число от 10 до 314. Любое. Хоть 200, 300, 100, чем-то. Тетя Рая. 240. 240, тетя Рая. Смотрите, сразу открыл. Сразу открыл, потому что зарплата, тетя Рая, 240. Ну, это... Тетя Рая, вот давайте. Немы сады и хрупок лес, но ливни грянули с небес, и всходы новые взошли, благодарение земли. Это вот абсолютное отражение того, что происходит. Но всходы, это как будет. Тетя Рая, давайте поаплодируем тетя Рая, которая помогает. Маэстро, ну что же, у нас картошку мы почистили. Давайте мы перейдем к процедуре... Знаешь, Шетабрян, почему я попросил, чтобы мы сегодня готовили? Это у меня ассоциация с Братиславской лирой. Так. В 1986 году мы с Лайма поехали от Советского Союза с песней «Вернисаж» в Братиславу. Так. Вот. И мы еле выехали. Знаешь, трудно было оформлять. Да-да-да. Там борьба была страшная. 19 стран. С нами соревновалась Николь, такая немецкая певица, у которой было 40 человек свиты. И мы победили. И когда мы были в ресторане, нам подали Шетабриан. Это было потрясающе. И вот запомнилось, да? Тогда-то вы, когда в 80-м уезжали, где вы меня собрали? Знаю. Подходили, конечно, к черному ходу. Уезжались, дай передачу на память, конечно. К черному ходу. Выходил человек, фартукой, говорил, а-а-а, пойдемте, поэты пришли, ну, пойдем, пойдем. Да и выносил сверточки. А что, все так делали? У меня бабушка так же подъезжала. А потом в первом ряду сидели они все. А потом они сидели в первом ряду, и если они улыбались, то отражался в золотых зубах свет, и вот такая теплая засветка костюмов. Так. Я, знаете, что хочу сделать? Наверное, нам нужно мясо. Ох, мясо в большой кусок. Давай пополам рвешь. Так, вот я достаю. Пополам вот так. Вот так? Да. Окей. А теперь мы берем перец, соль и... Вот этот кусочек давай запекаем. Давайте, чтобы он поменьше, чтобы он побыстрее запекся. А это мы... Это другим поэтам. Другим поэтам. Да у нас, вы знаете, кроме вас поэтов-то. Доктор, не объясните мне еще раз. Понимаете, что... Где перец, соль? Перец, соль, секунду. А-а-а, соль, вот перец у нас, черный перец. Это соль? Так. И просто солью и перцем, да? Черный перец. Да. Солью и перцем. И все. Так. Так. Соль побольше. Побольше. Как скажете, как скажете. Так. И вот у нас так круто. А нет, у нее наоборот, наоборот вот так. Вот, давайте. Вот прям, смотрите. Вот пошел. Шустро. Вот я долго думал, как мне определение дать, как я все это делаю. Шустро. Шустро. Соль, перец. Сейчас мы обжариваем на кухне. На сильном огне мы это должны быстро обжарить, да? На раскаленной сковородочке. Да, сильном огне. Легким инструментом для насыщения. Он уже усыпан перцем, солью. И, кстати, может вполне себе какое-то время даже так чуть-чуть полежать. Да. Ничего плохого не будет. Да, что нам питалось. Чуть-чуть, назовем это так, даже промариноваться. Как раз, я вас на секундочку покину, у нас как раз короткая поэтическая, самая поэтическая пауза на Первом канале. У нас прямо сейчас реклама на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что мусака в переводе с польского означает «Смотри-ка, молоко на губах не обсохло, а он уже туда же». Я так хочу, чтобы брускета не кончалась, что в желудок она мчалась за сыром вслед. Дорогие друзья, смотрите, на Первом канале у нас в гостях Илья Резник, поэт, который вдохновляет нас, назовем внуков с потухшими глазами, для того, чтобы, как говорится, корявыми лапками что-то переделывать. Ну что же, маэстро, пора нам это быстро обжарить. Чуть-чуть масла мы готовим на нем. И вот я сейчас, вот таким вот образом, все. Я думаю, это должно быть, да? Сейчас мы так, я думаю, что... Минут 4-5 давай. Мы прямо должны... Таким одежим на сковородочке. Да? Мы просто надо, чтобы она как следует... На колесах. Ну да, чтобы она нагрелась как следует. Так, а я могу вам сказать следующее. Я сам последний раз жарил картофель, я не помню когда, я вам честно скажу, очень давно. А было время, когда я еще был студентом, я все время жарил картошку, и мне все время хотелось понять, как получается, что у бабушки моей получается прекрасная картошка. А у меня все время она какая-то разваренная какая-то, развалистая. И я понял одно, картошки не должно быть много на сковородке, да? Да. Чтобы она не... Не слепалась. Не слепалась и не прела. Картошка должна быть порезана не маленькими кусочками, но и не очень большими. И картошку надо хорошенечко обжарить, и тогда она будет вкусная. Все. Я только возьму, вот даю вам, даю вам. Прошу вас. Хочу посмотреть, как вы это будете делать. Да я не знаю, разные способы есть. Есть вот такой вариант. Это вполне себе, да? Так, сейчас я посмотрю, как вы делаете. Вот так, и чуть-чуть наискосок, да? Да, давай. Вот так, так. Вань, ты знаешь, что я сейчас вспомнил? Так. Что я говорил голосом твоего дедушки. Вы говорили голосом моего дедушки? Да, да, да. Ах, вот. А вот представьте. Слушайте, опять, вот я погадал по вашей книге, посмотрите, что получилось. Так, значит, все правда. Ну-ка, а ты вспомни. Не можешь, так сказать? Я сейчас... Предположить. Говорили вы голосом... Говорите голосом моего дедушки. Вы могли в двух случаях. Давай. В первом случае, если мой дедушка в вас вселился. Так. А это похоже на правду, потому что дедушка, если уже вселился бы, то в какого-нибудь интеллигентного человека. И дедушка был статен, высок и кудряв. Поэтому... И любил поэзию, кстати, очень. Поэтому вполне себе. Но думаю, что вариант более верен второй, когда сыграли вы роль в кинематографе. А, попал. И дедушка озвучивал вас, да? Да. А расскажите, что это было за кино. Это было «Приключение принца Флоризель». Ну, конечно. Где я играл парализованного бандита. А дедушки эту роль не дарили. Да, причем я не собирался играть. Я просто Женя Татарский, режиссер, попросил написать два романса для Леночки Соловей. Да. Я написал. Он говорит, хочешь вот такого парализованного бандита целовать? Я говорю, ну, давай. И вот в коляске там меня везут, потом меня крадут, потом с Олегом Далем такая приятная сцена. А на озвучание я не смог попасть, потому что я поехал на гастрону. И пригласили твоего дедушку, замечательного актера театра комедии Ленинградского, Льва Мелиндера. Да, да. И он меня замечательно озвучил. Может быть, я даже хуже, если бы сам говорил, это было бы, может быть, не так выразительно. Так что спасибо твоему дедушке. Вот так мы с вами... Я выкладываю, да, Илья Азут? Да, да. Шкварчит? Шкварчит, да. И вот сейчас просто мы должны это обжарить со всех сторон, чтобы моментально... Ах ты! Ну, красиво, да? Да нет, ну, слушайте, хорошее мясо. Что может быть? Я считаю, что это самая настоящая, самая правильная еда. Слушайте, а подождите, получается же, что вы... Вы же учились вместе с дедушкой и со мной, между прочим, в одном театральном институте. В одном институте. Который находится... Когда вы учились, он назывался лгитмик. Когда я учился, он назывался гатти. Ой, как сложно. Он и сейчас так называет. Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства. Но мы его все равно все называли лгитмиком. А ты знаешь что? Вот я сейчас взял бумажку одну. Так. Вот в связи с тем, что мы с тобой учились в одном институте, я хочу прочитать санет о пирожке с капустой. Санет о пирожке с капустой. Одну секунду, я просто... Я хочу, чтобы не шипело мясо в этот момент. Потому что... Чтобы оно не заглушало. Слушайте, по-моему, хорошо. Ну, уже, 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 снимай, снимай, снимай. И вот сейчас я, прошу прощения, я, друзья, перекладываю это мясо вот так вот на противень. А противень-то у нас горячий, чтобы мясо не остывало в этот момент. Духовочка. Илья Радмитриевич, открывай духовочку. Духовочку. И мы это мясо ставим... На 10 минут. Я думаю, что 10 минут. Нет, я думаю, что 10 минут может быть даже маловато. А вы, смотря, любите, как... Я скровью люблю. Вы любите скровью? Да. Вот так... Вот так было, как Ганнибал Лектор говорит. Ну, любишь скровью. Так и хорошо. Ну что ж, итак, друзья, позвольте, я только преамбулу скажу. Преамбулу такая. Пирожки. Если выходишь из театральной академии, из института... Налево. Выходишь налево, доходишь до улицы Белинского, на улице Белинского поворачиваешь еще раз налево, и поворачиваешь направо на Литейный проспект. И там находилась, ну, уходишь прямо на углу, пирожковая. Как известно, пирожки, и стоял огромный такой чан с жидкостью, которую в нашей стране называли кофе. Это была сладкая кофейная молочная жижа, вкуснее которой сложно что-то было представить. Это было два пирожка и чашка кофе, стакан даже, стакан. Стакан. 30 копеек стоило. 30 копеек. И это был кайф. Поэтому вот в памяти о нашей с тобой молодости... Да, да. Я познавал азы искусства, себя подковывал идейно, и пирожки с капустой, с хрустом, ел в пирожковой на Литейном. Студент Ромео Мефистофель, короче, будущий Пол Скофилд, играя роль крутого профи, пил с молоком дешевый кофе. За снедью путь, свершив недальний, я поспешал на маховую, чтобы в институте театральном вновь слушать музыку святую. И во врата вошел искусство с хрустящим пирожком с капустой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думаю, что однозначно та же ситуация, когда нужно сковородочку разогреть, чтобы с картошечкой начало обжариваться. Так, мы берем... Бросковочек такой? Сколько такой? Давай. Чуть-чуть добавим вот этого. Оп. И вот сейчас, друзья, начнется самое интересное. Картошку ни в коем случае... Чтобы с тобой лук-то не пожарили. А лук, 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 лук. А где он? Вот он. Давайте. Оп. И он начинает карамелизоваться. Оп. И мы сейчас этот лучок обжариваем. А есть у тебя деревянное такое? Деревянное. Сейчас я посмотрю. Вот этой вот можно. Да, вот прямо вот этой. Вот. Вот лучок. Сейчас он... Да, прелесть. Он позолотится. И мы добавляем туда картошку. Мы добавляем туда картошку. Так. Золотится он, кстати, золотится быстро. Расскажите, а вы вообще... Ну, вы... Дома у вас же существует звуковоспроизводящая аппаратура? Да, я пою в ванной. Нет, я не... Одновременно гигиенические процедуры и звуковоспроизводящие. Я имею в виду... Знаете, что больше? Я имею в виду... Ну, вы же слушаете дома музыку? Мы слушаем. Вот мне интересно, какую музыку вы слушаете для себя, для удовольствия. Понятно, что работа, творчество... У вас в большей части связано с эстрадной музыкой, с романсами. Я тебе скажу, что у меня мой любимый композитор Рахманина. Ну, вы... То есть вы любите классическую музыку. Рахманина для фортепиано и... Для фортепиано с оркестром. Второй концерт, конечно. И я из-за любви к Рахманину написал стихи на вокалист Рахманинова. Первые шаги, Ваня, я сделал в театральном институте в 61-м году на третьем курсе. Да. Когда я написал бардовские песни, ко мне пришел Городницкий, Саша. И сказал, вот давай пой мои песни. То есть он хуже меня пел, поэтому он просил меня помочь. Я ходил с ним, и потом стал сам писать. И так все пошло, пошло, пошло. Да, вот где-то отправная точка в 61-м году. Потом был Витя Чистяков в пародии. Конечно, конечно. Тоже, кстати, из театра имени Веры Федоренко и Миссаржевской. Курс Сойниковой тоже, кстати. Да? Татьяна Григорьевна. А вы на курсе Сойниковой учились? Слушайте. А принимал меня зон. А мама, бабушка у тебя... Перед вами прямо? Да, да. Вы представляете себе? И дедушка? Да. Да что ж такое-то, ребята. Мы родственники Вани. Да вы что, да ребята, да вы что. Все, слушайте, мы родственники Вани, и это хорошее начало для песни, ведь мы же родственники Вани. Займи мне 50. Так, друзья, мы... Мы... Илья Ильич, я вас оставлю последить за этим. У тебя реклама. Если бы у меня... Вот у них у всех. Оставляю вам штучку, да. Ну все, она, в принципе, я думаю, что ее даже можно часто не... Чуть-чуть. Друзья, у нас, к сожалению, сейчас, к сожалению, для нас с Ильей Рахмельевичем реклама, для вас так счастье, ведь вы же любите ее. Вы посмотрите рекламу, а потом вы вернетесь, и я вам расскажу, что потроха в переводе с румынского означает «вчера с женой были на концерте Петросяна». И вот взлетаю я, взлетаю высоко, парить над прожитым свободно и легко, и только звезды кружат в небе надо мной, и мать колдует над говядиной парной. Дорогие друзья, с БАК на Первом канале у нас в гостях сегодня Илья Рахмельевич. Резник, частички мы берем за основу сегодня, как приятно, что вы к нам пришли. Слушайте, у нас, по-моему, посмотрите. Сожрело. А знаете что, ну вот я, я, я всегда очень боюсь, с одной стороны, пережарить, с другой стороны, не дожарить, потому что картошка не паста, аль денте не может быть. Я, с вашего позволения, сейчас хотел бы вот самые крупные кусочки. А посолить-то надо, Ванечка. Она готова, мой дорогой. Она готова. Морская соль у нас есть, прям морской соли. Как вы к морской относитесь? Ну, к морской потрясающе просто. Так, запахло финским заливом. Так, оп, 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 все, да? Я, знаете, что еще, Илья, я хочу предложить вам быстренько подготовить нам салатик, да? Руколу. Ну, что нам нужно? Нам нужна рукола. Это мы прям берем, вот, и все. Да. Так. Укроп, ну, я знаю. Укроп туда же? Нет, нет. Укроп мы для картошки. Для картошки, да. Так. А смесь где? Это рукола. Это рукола. А еще и смесь. Подождите, смесь сейчас несу. Давай. Так, отдельно смесь. А помидорчики-то тоже надо. И, знаешь что, моцареллу. Моцарелла. Моцарелла. Так. Да? Вот так. Вот. Вот такая смесь, да? Да. Смесь рукола. Это черри-помидорчики. Дай я нарезать. Давайте, нарезайте черри-помидорчики, дорогие. Он сейчас... А я вам даю досочку. Даю вам досочку, пожалуйста. У вас упало. Да, бывает. Ой. Так, сейчас я что хотел сделать? А, я хотел картошечку. Вот она. Вот она. Я бы хотел. Как говорил один из героев Доблатова, я бы хотел иметь детей от этой картошки. Так. Ну что же. Так, что о моцареллу? Моцареллу. Одну секундочку. Сейчас, одну минуточку. Моцареллки сюда. Ну, разрежем по-моему. Прошу вас. Давайте вот столечко, я думаю, да? Вот так. Хватит же, я, наверное, думаю, в год-в год. Так, хватит. Оливковое масло. Мы заправляем с бальзамическим уксусом? Обязательно. Обязательно. Так, оливки мы кладем туда? Оливки кладем. Вот эти. Ой, крупные-то какие-то хорошие. Парижки их тоже. Давайте. Так. Так. Берем. Оливковое масло. Ты вот говоришь какое-то слово, у меня сразу ассоциации. Знаешь, я помню, ленинградский наш дворик, и был Алик такой у нас, затейник во дворе. Мы были 6-7 лет, ребята. Обратите внимание, затейников всегда зовут Алики. Алики, да. Он залезал на трубу, знаешь, а там, где не было трубы, это душка. Он залезал и говорил, берем клопа поперек живота, щекочем его подмышками. Клоп широко разевает рот. Наливаем ему туда полированного лекарства. Не знаю, почему полированного. Клоп умирает. Вопросы есть? Есть. А можно его вот так? Можно и так. Вот видите? Это вот воспоминание детства на улице Восстания. На улице Восстания. То есть вы в самом центре. В самом центре, батюшка. Так. 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 И мы делаем. И, наверное, же мы и посолим сразу сюда же. А перчика? Обязательно. Перчика. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Да, мы, на самом деле, друзья, уже на самой, что ни на есть, финишной прямой. А как там? Шато-бриан. А шато-бриан уже... Знаешь, я долго думал, почему шато-бриан. Думал, ну, это, может, шато, двоец, да? Шато-бриан. Да, шато же это замок по-французски. Замок, да. Думаю, какой-то в замке готовили бриан какой-то. На самом деле, по-моему, это в честь того, кто сочинил это блюдо. Это имя автора. Шевалье де Бриан какой-то, да? Господин де Бриан. Который жил в шато. Который жил в шато. Да, первым догадался вырезать из животного кусок мяса, а не есть его целиком. Наверное, телево так целиком. Так, сейчас мы это аккуратно... Так-так-так-так-так-так-так... Так-так-так-так... Перемешиваем. Перемешиваем. Я делаю вот так. Маэстро. Да, правильно. Ну, а почему же нет? То, что вносит Рита Тобриан, это жареный картошек. Вы знаете, что нет уже в Европе укропа? Нет, нет. Нет укропа? Они считают, что он вреден. А я считаю, что Будапешт вреден. Да. Для меня это странно. Вы согласитесь, Илья Артмельевич, что хорошо, что мы... На родине живем. Миша, мы живем в стране, в которой есть... Есть укроп. Есть укроп, с одной стороны, при этом есть шато-бриан, при этом есть азиатские вещи, при этом есть антоновка и есть Антонов Юрий. Да, да. С песнями. С песнями. Согласитесь, что это было бы странно, если бы мы не радовались того, чтобы так все произошло в нашей жизни. Так, а я думаю, что мы, в принципе, можем попробовать посмотреть на мясо. Что скажете? Наш кусочек нашего... О, так вот. Шато-брианчик. Кань, сюда, вот сюда. Вот так. Я что-то волнуюсь. А что вы волнуетесь? Попробуем? Давай. Это то, что... Это то, что я ел в Братиславе. Это то, что я люблю, потому что, я не знаю, может быть, вы любите это совсем сырое, но я люблю, когда вот надавилось, сок пошел. Так, давайте-ка я еще кусочек. Сейчас. Это такой у нас просто роздвиф такой получается немножечко. Вот так вот. Кусочек? Нет, на мой руках. Так. Я возьму себе. Просто, чтобы из серединки. Так. А это мы закроем, как будто бы так и было. Я не верю. Как будто бы так и было. Так. Теперь позвольте мне положить вам чуть-чуть того, без чего не может быть счастья. на улице Вастания, в городе Петербурге. Позвольте тогда довершить, довершить вам положив. Это, конечно, неправильно. Конечно, мы бы съели отдельно салатик, потом мы бы с вами посидели, поговорили о поэзии, потом бы... За чашечки кефира. За чашечки кефира. Потом бы перешли к картошечке с мясом. Но у нас программа сжатая, компренсированная, поэтому за счет этого, друзья, мы все кладем в одну тарелку. Но вы так не делайте. Отдельно все. Вот я сейчас попрошу, маэстро, положите немножко... Картошки. Ой, какая картошка. Ой, вот знаете, вот так это... А вот это, вот смотрите, дорогие зрители, залейте это яйцом с утра. Сосисочку положите. Заплачьте. Перечтите рейсник, а я не знаю. Друзья, давайте пробовать. Игорь Анатольевич, давайте попробуем. Но я отрезаю. Знаете, вот тот самый случай, когда можно мясо... Даже не нужно его пробовать, чтобы понять, насколько оно вкусное. Ммм! 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 Тогда аплодисменты вам. И перчик, и соль, и все, что нужно. Так. Ммм! А картошечка-то... Да! У меня все сложилось. Не разводилось. Нет. И позвольте вашу... Вашу салатную... Нарезку. Нарезочку. Ммм! Вкусно. Друзья, поаплодируйте, пожалуйста, человеку, который принес сегодня, в нашу жизнь, этим утром, не только стихи, не только книги, не только сонеты, не только гадания по книгам, но еще и такой прекрасный субботний обед. Илья Анатольевич, спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Я на секунду вас оставлю, потому что мы сейчас вернемся. У нас, друзья, пауза, но уже чуть побольше пауза, после которой мы вернемся в нашем следующем литературно-кулинарном альманахе. И вы узнаете, что «сидор» в переводе с чешского означает «Лида, ты только не вставай, я должен тебе кое в чем признаться». «Лида, ты только не вставай».